Коллеги, всем добрый вечер. У нас 17.30. Мы начинаем наш с вами семинар. Наш с вами семинар называется сегодня «Особенности построения платежного календаря Microsoft при помощи Microsoft Excel». Меня зовут Казакова Светлана Васильевна. И данный семинар для тех слушателей, кто желает научиться данному функционалу, кто в своей работе использует построение платежных календарей. В Центре специалист я веду курсы финансового блока. Это курсы основ управленческого учета, бюджетирования, организации бюджетного контроля, а также построение как раз-то будь то водных бюджетов, будь то операционных бюджетов. Для совместной работы по нашему курсу, чтобы наше время было использовано максимально эффективно, прошу вас скачать файл, файл со страницы группы. Уже многие скачали, спасибо. Это означает, что мы сможем далее вместе эффективно работать. Так, Галина, только вы пишете, что ГУЛ и ЭХА. Вот остальные наши слушатели пишут, все уже слышно, видно, хорошо. Возможно, у вас что-то с настройками. А теперь давайте посмотрим на нашу с вами тему поближе. Итак, каковы же особенности построения платежного календаря и зачем вообще мы с вами это делаем? Я думаю, ни для кого не секрет, что для современной организации деньги – это один из важнейших источников питания. Как у любого человека у нас с вами кровеносная система, у вас трижды светленькая головка, крепкие ножки. Если сердце остановилось и кровь не бежит по нашим венам, то человек, к сожалению, умирает. То же самое происходит с предприятием. И если предприятие оказывается однажды без денежных средств, это может происходить по самым разным причинам. И даже вполне себе прибыльное предприятие может в один из дней оказаться не готовым произвести все запланированные платежи, испытывая дефицит денежных средств. Покупатели подвели, обещали заплатить, не заплатили, не пришел очередной транш, а компания на это рассчитывала. Это приносит большие-большие неудобства. Почему? Потому что дефицит денежных средств может привести к тому, что мы не выплатим заработную плату. Казалось бы, иногда руководители на курсах рассуждают, ну, подумаешь, там задержали на пару-тройку дней. Коллеги, я не буду сейчас рассматривать с точки зрения законодательства, насколько это некорректно и противозаконно. Я рассматриваю сейчас с точки зрения организации. Вот представьте, у нас большой штат сотрудников. Безусловно, сотрудники разные. Кто-то работает более эффективно, кто-то менее эффективно. Есть середнячки. Как только вы начали задерживать выплату заработной платы, кто первым уходит? Лучше. Потому что они востребованы на рынке, их давно переманивают конкуренты, и только моральные обязательства их удерживали на данном рабочем месте. Но как только наступила задержка заработной платы, все моральные обязательства фактически рушатся, они спокойно душой уходят. И компания, допустив такие вот задержки, в одночасье остается без лучших сотрудников. А кто остается? Те, кто рассуждают, ну, куда я пойду? Сейчас буду целый год работать, искать уж лучше здесь. Ну, не сейчас, через недельку заплатят. И компания остается со сотрудниками среднего и ниже среднего уровня. Аналогично мы можем допустить просрочку платежей, например, по своим договорам. Опять же, не заплатили мы поставщикам. Кто отказывается от работы, прекращает отгрузку? Опять, сечья продукции востребована. У них очередь стоят по предоплате, готовые взять. Почему же они должны нам продукцию отгружать без оплаты? А кто продолжает с нами сотрудничать? Те, чья продукция не востребована. Потому что, ну, уж лучше дебиторская задолженность потом заплатить, чем с неликвидами на складе сидеть. И так далее. А уж если мы допустили просрочку по кредиту, либо кредитам или займам, любая современная кредитная организация в договоре прописывает, что в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, кредитное учреждение, банк имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, востребовав всю сумму по кредиту. А представьте, мы брали инвестиционный кредит на 10 лет. Сейчас его нужно вернуть. И вот бизнес идет с молотка. А уж если мы допустили просрочку по уплате налогов, то фактически тут же полетели в банк уведомления о приостановке деятельности по счету. Фактически вся деятельность оказалась парализована. И дефицит денежных средств в любой момент, а это может случиться у любой организации, и даже, говорю, вполне прибыльной, может привести к срыву деятельности компании, фактически к ее парализации. Начисляются штрафы, пение, неустойки, ну и, конечно же, теряется деловая репутация, которую на современном рынке ценится очень и очень дорого. Что же с этим делать? Вот как раз-таки для борьбы с дефицитом денежных средств нам и нужно качественное планирование. Соответственно, когда мы говорим о планировании денежных средств, то сначала на длительный период, как вы знаете, у нас строится бюджет движения денежных средств. Давайте я сейчас теорию быстро пройду, поскольку это предшествует нашему семинару БДДС, то есть бюджет движения денежных средств мы с вами строим на следующий финансовый период, укропненно, как правило, это делается помесячно, когда утверждается бюджет еще, ну, обычно в ноябре, там, начале декабря предыдущего года. На следующий год строится БДР, бюджет доходов и расходов, БДДС, бюджет движения денежных средств и прогнозный баланс. Это все понятно. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, когда речь подходит о близости даты, то посмотрите, сегодня у нас с вами 11 марта. Конечно же, есть бюджет движения денежных средств на март, но мне важно, чтобы в конкретно, не только на 31 марта, а из бюджета я вижу остатки БДДС, я вижу обороты за месяц и сальдо на конец месяца, а мне важно, чтобы у меня в каждый отдельно взятый день месяца были деньги. И зачастую что происходит? Мы построили БДДС, мы учли, а какие деньги к нам придут, поступят за месяц, какие платежи мы можем сделать, и вот положительная сальдо, которая нас радует, что у нас деньги останутся. Но так ли это на самом деле? Зачастую нет. Очень часто выручка приходит предприятие равномерно в течение всего месяца, а вот большая часть платежей традиционно приходится на первую половину месяца. И вот по итогам месяца, на конец месяца, да, у меня кассового разрыва нет, не хватает денежных средств. А вот в конкретный день, вот мне 5-го числа нужно заплатить зарплату, а деньги-то будут приходить равномерно, а мне фактически треть, это имеющаяся сумма, нужно оплатить поставщикам за аренду, за коммунальные налоги заплатить и так далее. Поэтому очень важно, чтобы бюджет движения денежных средств превращался в детализацию в зависимости от поставленной задачи, как минимум понедельную, как максимум платежный календарь делается по дневной. То есть на каждый отдельно взятый день мы планируем, какие платежи, какие поступления будут, и какие у нас будут деньги и остатки. На самом деле, несмотря на то, что мы сегодня будем с вами строить под дневной платежный календарь, покажу, какие есть особенности при построении Microsoft Excel, я сторонница того, чтобы компания переходила на единый платежный день, который устанавливается внутренним документом организации. Обычно советую вторую половину, неделю, четверг, среду или четверг, но, как правило, советую четверг, чтобы всех была возможность аккумулировать. Но это тема отдельного курса, для чего это нужно делать. А мы сегодня с вами говорим о платежном календаре, поэтому давайте мы с вами посмотрим. Итак, мы сказали, что система оперативного планирования будет заключаться в том, если БДДС это у нас на год, то оперативное планирование на данный конкретный период, неделю, день, заключается в построении краткосрочных плановых заданий по финансовому обеспечению, мне нужны деньги в отдельно взятый рабочий день, в отдельно взятую рабочую неделю. И именно для этого и будет строиться платежный календарь. С точки зрения бюджетного управления, когда мы управляем организацией для обеспечения ее денежными средствами, платежный календарь фактически является средством резервирования денежных средств. То есть благодаря платежному календарю я прекрасно понимаю, а с какие суммы, какой день мне будут нужны. Потому что когда я открываю БДДС, я смотрю всего платежей вот на такую сумму. И у директора инфаркта у нас только денег нет. Но они же не все сразу нужны. В отдельно взятые, да, бывают большие суммы, большие транши, когда мы гасим кредиты, когда мы выплачиваем зарплату. И очень важно понимать, на какой конкретный день приходится эти суммы. Для того, чтобы мы могли аккумулировать, собирать денежные средства для этого платежа. Либо, если понимая, что деньги не придут, своевременно воспользоваться кредитными инструментами. Итак, как же будет строиться платежный календарь? В первую очередь определяется периодичность. Еще раз повторюсь, чаще всего периодом является месяц. То есть строится платежный календарь на месяц. Есть организации, которые строят на неделю с поднятной разбивкой. Соответственно, периодичность, если строится месячный понедельный, вот когда компания переходит на единый платежный день, то мне абсолютно нет смысла разбивать на каждый день. То есть у меня нет понятия, я плачу в понедельник, на следу у меня вся сумма недельная платится в четверг. Все поступления, которые приходят, они доаккумулируются. Поэтому тогда его корректнее строить понедельно. Давайте посмотрим, что нам для этого нужно. В платежном календаре наша задача сбалансировать как притоки, так и оттоки. И рассчитать сальдо. Сальдо у нас есть. У нас три вида деятельности. Мы сейчас нашу форму откроем, в ней поработаем. Главное, чтобы итоговая сальдо, сальдо остаток на конец дня, мы знаем, не может быть отрицательным. Оно положительное. Потому что у нас деньги либо есть, либо их ноль. У нас не может быть в кассе там минус 1000 рублей. Поэтому сальдо дня может отрицательное. То есть заплатить мы можем больше, чем к нам пришло, если у нас есть входящий остаток. То есть мы потратили то, что раньше накопили. Давайте посмотрим, как мы с вами будем делать, на основе чего создавать платежный календарь. В первую очередь у нас есть бюджет движения денежных средств. Это тот бюджет, который мы составили в предыдущий финансовый период. Для чего нам при составлении платежного календаря нужен будет бюджет движения денежных средств? Чтобы мы могли сверяться, все ли идет по плану, чтобы при формировании реестра платежа у нас была возможность проверить, а запланирован данный платеж. Вообще он входит или он свалился, и на него деньги в принципе не планировались. Нехорошее слово в принципе, но в данном случае, в данном контексте оно может применяться. Второй момент, который нам с вами нужен, это та договорная база, которая есть у организации. Для чего? Очень часто спрашивают, зачем нам договора. Коллеги, дело в том, что те заявки на платежи, те счета на оплату, которые приносят специалисты, отвечающие за оплату, как правило, казначейство этим занимается, так называемые казначей в организации, счет выставлен на всю сумму. А в договоре у меня прописано, то ли я делаю авансовый платеж, то ли мы платим 10 на 90, то ли 50 на 50, то ли у меня отсрочка платежа. И тогда даже несмотря на то, что обязательства возникают, я сейчас могу не платить. Поэтому договорная база при построении платежного календаря обязательно это позволяет, ведь золотое правило при построении платежного календаря платить как можно позднее и стараться получить деньги как можно ранее. Но если у меня есть отсрочка платежа на месяц, то зачем же я буду деньги сегодня отправлять поставщику, если у меня по договору такое есть, если достигнет такой договоренности. Логично? Логично. Поэтому договорная база быть обязательно должна. Далее. Графики выплаты заработной платы. Ну потому что здесь у нас не договора, а есть график, который, ну либо в трудовых договорах прописан, но как правило коллективный договор, либо учетная политика по организации, где закреплены по конкретной организации. То ли сотрудники получают 2-го числа, то ли 5-го, то ли 6-й рабочий день. Ну разные особенности. Когда они получают 2-ю число, там по расчеты законодатель, ведь как закрепил, не режет 2-х раз в месяц. А есть организации, которые перешли сейчас на понедельную, фактическую. Есть организации, которые продолжают платить аванс, то есть заплату исходя из, скажем так, окладной части, а премиальная часть уже уплачивается на по окончании месяца, скажем там 10-го числа, следующего месяца и так далее, когда есть возможность подвести итоги. Поэтому эти графики должны быть. Налоговый календарь, конечно же, должен быть. То есть даты уплаты налогов, чтобы мы могли своевременно в календаре опять же запланировать эти суммы для уплаты. Установленные сроки платежей для финансовых обязательств. Финансовые обязательства – это наши кредиты и займы, которые организация получила. Поскольку мы не только оплачиваем текущие платежи, то, что есть у нас в БДДС, рассчитываемся с нашими партнерами по бизнесу, но есть у нас еще и финансовые обязательства. И, конечно же, инициацией всех этих платежей у нас будут заявки от ЦФО, то есть Центра финансовой ответственности, в рамках бюджета, в который к эти платежи относятся. То есть не мы с вами, а человек ответственный за платежную календаря решаем, а чтобы сегодня заплатить. А за каждый платеж, уж если в организации введено бюджетное управление, есть ЦФО, то есть Центр финансовой ответственности, есть этот бюджет, есть человек, который отвечает за инициацию платежа на текущий период. Это что нам... И еще нам с вами различные внутренние приказы. Это как начиная от срока поплаты внутренних платежей, там сумма ограничений, там, предположим, по выдаче командировочных и прочее, то есть всевозможные внутренние инструкции. Выписки по счетам предприятия, они нам нужны уже для того, чтобы сверять остатки. Мы построили платежный календарь, и теперь ведь не все, что в календарь попало, осуществилось. И наша задача будет сверять с выписками, чтобы сделать корректную отменку. Да, этот платеж прошел, это поступление пришло. То есть наш запланированный остаток действительно такой, как... Наш остаток такой, как мы его и запланировали. Это информационная база. В каком порядке, какой же будет алгоритм составления платежного календаря? Посмотрите. Сначала проводится предварительная работа. На нашем курсе мы это... Вернее, на нашем семинаре мы это рассматривать не будем. У нас в файле это уже сделано. То есть у нас уже есть некие исходные данные, мы будем продолжать их обрабатывать. Так вот, посмотрите, пожалуйста. Сначала создается реестр платежей. Каким образом? Собирается информация о планируемых платежах и поступлении. Ну, как правило, отделы продаж. Делитесь, что не так? А, я думала, вы не согласны. Тогда давайте обсудим. То есть собирается информация о планируемых платежах. Это наши, так называемые, центры затрат несут заявки на оплату, прикладывая счета, либо договора, по которым необходимо совершить эту оплату. Отдел продаж, либо коммерческая служба, в зависимости от статуса, дает информацию о планируемых поступлениях. Говорят, вот у меня обещает этот клиент оплатить этот, о каких суммах идет речь. Наша задача будет структурировать эту информацию по статьям затрат, то есть что это, сырье, материалы, или это заработная плата, или это налоги, или это... То есть мы структурируем по статьям затрат, центры финансовой ответственности, по платильщикам, чтобы далее мы могли группировать. И, конечно же, проверяем на соответствие утвержденному бюджету движения денежных средств. Коллеги, как первый пункт выглядит в жизни? Давайте теперь... А я сейчас Николай отвечу на этот вопрос. Николай спрашивает, как насчет учета праздничных дней при формировании? Сейчас все сделаем, не волнуйтесь, пожалуйста. Сейчас приступим как раз к практикуму. Коллеги, давайте откроем файл платежный календарь. И посмотрите, пожалуйста, на листе реестр заявок. Он у вас уже готовый в качестве примера сделан. Посмотрите, пожалуйста, как реализуется вот то, что я показала в презентации. Это не тема нашего семинара, но в данном случае покажу, как это происходит. Посмотрите, предположим, дата подачи заявки сегодня. Я подаю некую заявку. Давайте тогда сейчас. И информация... Вот посмотрите, желтые столбцы заполнили. Не сможете заполнить, потому что иначе мы потом не сможем работать. Защитила лист. Посмотрите, только три столбца заполняются вручную. Желтым раскрасила. Дата подачи, сумма, которую нужно оплатить, и дата планируемого платежа. Ну, я сегодня принесла заявку, да, что в четверг нужно оплатить. Чем раньше поступает заявка, тем лучше. Приучаем к этому сотрудников, повышаем финансовую дисциплину. ЦФО, статьи затрат и прочее. Это те ячейки, посмотрите, пожалуйста, которые заполняются вот как раз-таки для структурирования. То есть у нас как ЦФО можно выбрать и статью затрат. Номер договора. Опять же, выбираем из договорной базы. То есть есть где-то в базе реестр договоров, мы его подтягиваем. Потому что осуществить платеж я могу только в рамках существующего договора либо внутреннего документа. Поэтому нам нужны эти базы. А вот теперь посмотрите, пожалуйста. Голубые столбцы заполняются автоматически. Но я сейчас вам покажу. Давайте, предположим, я сейчас в первой ячейке, во второй строке, предположим, выберу 100... У меня только три договора внесено, потому что я перед занятием подготовила файл. 103-й на ходе не даст. Но давайте я сейчас покажу. У себя меняется. То есть цена и условия оплаты будут подтягиваться из реестра. И посмотрите, пожалуйста. Автоматически осуществляется контроль на соответствие бюджету. Вот представьте, сейчас я возьму и сумму попробую изменить. Но, предположим, сумму поставлю в первой строке. Неужели не даст? Так, а почему? Так, а он и с шаблоном, получается, не даст? Нет, даст. Коллеги, тогда сейчас покажу, что будет происходить, если... В данном случае суть, что контроль осуществляется автоматически, выдавая вам одобрено-неодобрено и формируя дату платежа. Вот здесь как раз-таки отвечаю на вопрос, который... Нет, Галина, иначе мы сейчас не сможем работать. Я-то сниму, вы не снимете. Иначе вы не сможете дальше работать. Потому что каждый сейчас начнет вводить свое, и потом ответы разойдутся. Отвечаю как раз на вопрос Николая. Николай, вот в конце занятия как раз-таки сниму защиту, покажу. Дата платежа вот в этом файле формируется как раз-таки перескакивая через выходные и праздничные дни. То есть вот в этом файле мы делали, что если платеж попадает на выходной или праздничный день, то перескакиваем дальше. Иногда мы принимаем решение в учетной политике, прописываем, что платеж осуществляется раньше. Ну, например, налоги нам разрешают платить в день следующий. А мы можем принять для себя решение, ну, в целях экономического повышения там ответственности и так далее, что в случае попадания на праздничные или выходные дни платеж переносится перед. Тогда мы будем переносить вперед. Но суть, у нас появился реестр платежей. И мы видим, что да, у нас одобрено, что да, есть еще резерв бюджета. И наша задача, чтобы каждая из дорегистрированных заявок, а их у нас будет много, это буквально вот шесть строчек заполнила для примера, наша задача на основе этих данных построить платежный календарь. Мы будем строить с вами платежный календарь под дневной. Давайте посмотрим. Перейдите, пожалуйста, на лист шаблон. У любой организации, чем бы вы ни занимались продажами, производством, услугами, платежный календарь будет фактически идентичен. Как вы знаете, с точки зрения формирования, как отчет о движении денежных средств, бюджет движения денежных средств мы формируем также, у предприятия выделяют три вида деятельности. Текущую, инвестиционную и финансовую. Коллеги, уже расшифровывать не стало. То, что мы начнем, далее алгоритм будет понятен. По каждому из видов деятельности у нас могут быть как поступления, то есть положительные денежные потоки к нам, так и платежи. Соответственно, посмотрите, шаблон платежного календаря делается в полном соответствии с БДДС. Вот есть у вас БДДС. Какие у вас статьи затрат цифров запланированы? Видите, у меня сейчас столбцы А, Б заполнены. Такие вы и будете использовать для формирования платежного календаря. У каждой компании они свои. У кого-то разбивка по поставщикам, у кого-то по материалам, у кого-то детализация по цехам, по видам продукции. То есть та детализация, которая вами при планировании использовалась, вот эти столбцы, они и берутся для формирования платежного календаря. А вот далее, посмотрите, пожалуйста, начнем с маленьких нюансов, которые позволят нам сделать нашу работу оптимальной. Ну, например, посмотрите, с чего рекомендую начать. Первое. Мы будем формировать платежный календарь на некий месяц. Давайте представим, что мы его формируем сейчас на март. Посмотрите, в пустую ячейку, например, в ячейку Д3, давайте не будем писать март, а для того, чтобы у нас далее автоматизировалось заполнение нашего платежного календаря, я в ячейке Д3, посмотрите, поставлю 0103.2019. В ячейке Д1. Но сразу встает вопрос, как это платежный календарь на первое число? Нет, конечно. Коллеги, на самом деле сделать корректную надпись очень легко. В ячейке у меня будет 1 марта, а форматом, через правую кнопку мыши, формат ячеек, я установлю формат, найдите название месяца. Вот. И вот у меня выглядит вот таким образом. Платежный календарь на март 2019. Но на самом деле в ячейке у меня находится 0.1 и 0.3. Для чего это мне нужно? Посмотрите. Теперь во второй строке у нас будут конкретные даты. И я вот в ячейке С2 сошлюсь на Д1. В ячейке С2 сошлюсь на Д1. Посмотрите, почему здесь появилось 0.1. Если вы сейчас посмотрите, опять же, формат ячеек, я предварительно поставила, то видите, я поставила формат только день, DD, то есть показывать только день. Несмотря на то, что там сейчас де-факто полная дата, 0.1, 0.3, мы видим только день. Ну, если у меня заголовок марта, то зачем мне писать это все? Логично? Логично. Теперь посмотрите, пожалуйста, далее в следующей ячейке я ставлю равно предыдущее число плюс 1. Ну и, собственно говоря, таким образом я могу заполнять далее. Но посмотрите, пожалуйста, моя задача, чтобы у меня появились вверху только дни текущего месяца. У нас же ведь есть, чтобы платежи только текущего месяца подтягивались. И вот разница вот этих 1-2 дня, они на раз существенно искажают наше сальдо. Поэтому наша задача сделать так, чтобы Excel сам увидел, когда 30 дней, когда 31, когда 28, когда 29. И сделать это очень просто. Посмотрите, пожалуйста, в Excel есть такая замечательная функция, как месяц, которая распознает, к какому месяцу принадлежит та или иная дата. Соответственно, посмотрите, как мы с вами сделаем. То есть в ячейке D2 я сейчас работаю. Посмотрите, коллеги, я нахожусь в ячейке D2. Давайте-ка я сейчас увеличу. Это вам плохо видно. Да, вот теперь крупнее видно. Посмотрите, пожалуйста, с чего я начну? Вам, вам все показываю. Я сейчас покрупнее сделала, чтобы формула была, Галина, крупнее. Для этого нужно было Excel закрыть, открыть, проделать вот эти вот действия. Соответственно, посмотрите, что нам с вами нужно сделать. Нам нужно убедиться, что месяц соответствует текущему. Соответственно, посмотрите, я буду использовать функцию если. Если, далее, месяц данной даты, функция месяц равна месяцу даты, которая указана в заголовке и абсолютная ссылка. То есть фактически, что я сейчас говорю, если к предыдущему дню я прибавляю 1, я получаю следующий день. И это по-прежнему месяц, который указан у нас в заголовке, то я нашу дату показываю. То есть, то тогда я показываю. У меня будет все 2 плюс 1. В противном случае дату не показываю. Пустая ячейка, это кавычка открыть-закрыть. И теперь посмотрите, пожалуйста, когда я сейчас потяну... У меня тут 31 день размечен. Вот в марте 31 день. Видите, даты до 31 появились. Но если я сейчас поставлю дату в заголовке D1 апрель, 01 апреля, то посмотрите, видите, 31 число у меня исчезло. У меня появляется только 30 дней. То есть, данная функция позволяет нам отображать только дни текущего месяца. Далее, посмотрите, пожалуйста, когда мы заполняем календари, платежный календарь. Конечно же, хотелось бы нам видеть, но убедиться, что платежи не попадают на выходные. Ну, и вспомните сами. Мы обычно, когда с календарем работаем, мы четко видим так называемые красные дни календаря. То есть, суббота и воскресенье у нас столбиками закрашены. Но я понимаю, ориентируюсь, ага, это у меня понедельник, это вторник, ну, первое от красного и так далее. Соответственно, в платежном календаре мы можем с вами заполнить, чтобы мы могли увидеть выходные при помощи функции условное форматирование. Внутри условного форматирования я буду использовать функцию день нет. Что такое день нет? Он от даты оставляет день недели. При этом, посмотрите, по умолчанию, а мы будем идти по короткому пути, чтобы функция была как можно короче, воскресенье это 1, а суббота это 7. То есть, ну, по умолчанию считается, что воскресенье день 1, понедельник 2 и так далее. Поэтому фактически я сейчас при помощи функции, если скажу, если день недели, даты, которая стоит вверху, равно 1 или 7, то закрасить столбец красным. И таким образом мы увидим выходные, и если вдруг платеж по неизвестным для нас причинам попадет на эти выходные, чтобы мы могли среагировать. Итак, давайте, для того, чтобы раскрасить наши дни, я, посмотрите, выделю табличку столбцы А и Б, не трогаю, начиная с ячейки D1. Я выделю табличку вправо и... Так, не заполнено, да? Придется ручка, не хотела, быстренько. От D1 до, соответственно, низа нашей таблички, до G36. Я выделила всю нашу табличку. А теперь иду на функцию «Условное форматирование». Выбираю «Создать правило». Использовать формулу. И моя формула выглядит следующим образом. «Создать правило» равно «День нет». «День нет». Скобку открываю. «Ссылаясь на ячейку C2». Обратите внимание, в условном форматировании ссылка на ячейку, она автоматически абсолютная. Нам не нужно абсолютная, нам нужно, чтобы вся шапка таблицы у нас проверялась. Поэтому клавиши F4 я абсолютно снимаю, оставляя закрепленной строку. «День нет» C2 равен 7. Это суббота. Но посмотрите, сейчас мое условие будет закрашивать только субботу, а я хочу еще воскресенье. То есть у меня два условия. Если два условия, то это функция «Или». Поэтому перед «День нет» у меня появляется «Или». А после «День нет» точка с запятой. И «День нет», то есть «День недели» мы еще раз копируем с той разницей, что теперь ссылаемся на единичку. Я сейчас ее скопирую, коллеги, крупнее сделаю. И формат я сделаю, ну давайте заливку сделаю розовеньким, чтобы у меня выходные розовеньким выделились. Коллеги, функцию я сейчас введу, чтобы было видно. То есть вот сейчас у меня вверху формула, которая стоит в условном форматировании. И посмотрите, пожалуйста, вот у меня суббота и воскресенье, видите, на таблице стали вот таким образом заливаться. Как только я опять же сейчас, вот посмотрите, поменяю на 1 марта, то есть март, у меня суббота и воскресенье переключились. Соответственно, посмотрите, Николай Ушаков спрашивал про праздники, тогда в диапазон нужно добавить еще диапазон праздники, его нужно ввести, тогда еще и праздники дополнительно раскрасятся. Ну, я думаю, суть понятна, это не тема нашего 40-минутного семинара, мы физически не успеем, коллеги. То есть мы сейчас с вами что сделали? У нас автоматически заполняются числа вверху нашей таблицы. У нас с вами автоматически закрашиваются выходные, и мы теперь можем с вами перейти к заполнению числами наших платежей. Для этого посмотрите, что мы с вами сделаем, какая будет функция. Итак, предварительный этап, как мы с вами сказали, у нас есть реестр заявок. При этом я, например, своих сотрудников, сотрудников подопечных организаций всегда приучаю к правилу, что чем раньше подана заявка, тем лучше. Ну, например, посмотрите, сотрудник бухгалтерии, который отвечает за взаимоотношения с банками. Ведь то, что кредит косить нужно, становится известно не за один день, не за два, в начале года, когда вот первая неделя еще предприятие просыпается, а иногда даже в конце года я прошу сотрудников уже подать на весь следующий год. То есть он сразу подает 12 заявок. Написано с подоговора, что 20 числа там делается ежемесячный платеж. Он подает сразу 12 заявок на 12 месяцев, которые тут же вносятся в реестр. Для чего? Чтобы в каждом платежном календаре каждого месяца уже эта сумма в нужный день появилась. Есть у вас некие налоги там на имущество, на все. Да, понятно, что у вас пока сумма предварительная из бюджета. Сделайте заявку, вот эти ежеквартальные платежи, там ежемесячные. Да, потом будет корректировка, будет свежая заявка, которая будет корректировать ранее поданную заявку, но при этом базовая сумма будет уже резервироваться. Так вот, посмотрите, наша задача в платежном календаре, чтобы в каждом... Вот посмотрите, когда у меня платеж, вот если на 21, на 22, на... Нет, у меня платежи, вот они на 21, на 25, на 24... На 21, на 24, на 25 марта приходится. Так вот, не нужно, чтобы в эти даты суммы платежей появились. И не просто появились, а появились сгруппированные, будь то по ЦФО, будь то по затрате, так как у нас структура это предполагает. И вот здесь, посмотрите, пожалуйста, многие студенты, когда приходят на курсы, говорят, о, это сложно, это макросы, автоматизация. Никаких макросов, никакой автоматизации. Это элементарная, простая функция сумм, если много, которые проходят на Excel уровень 2. Давайте посмотрим, как она будет работать. Прежде чем мы функцию введем, давайте порассуждаем. То есть по факту, например, вот здесь 1 марта у меня должна появиться сумма когда. Видите, у меня... Если эта сумма относится к ЦФО 1, к виду поступлений, поступление 1 и дата поступления указана 1 марта. То есть если у меня совпадает 3 аргумента. Коллеги, сделала 3, так как у нас учебный семинар в жизни, таких аргументов может быть и 3, 4 и 5. Очень часто бюджетирование, детализация более полная. Ну, например, там оплата сырья, производственные расходы, оплата сырья для продукции какой-то, поставщик такой-то. То есть детализация может быть многоуровневая. На формулу это никак не повлияет. У вас будет добавляться, где ищем, что ищем. Итак, давайте посмотрим, как же будет вводиться формула. Итак, я формулу ввожу в ячейки ЦФО 5. ЦФО 6 равно сумм, если много. Далее, что мы будем суммировать? Мы из реестра платежей суммируем диапазон с деньгами. Поэтому я перехожу на реестр заявок. Ну, и в нашем конкретном примере суммы у нас идут в столбце D. Я выделю диапазон D2, D10. Зафиксирую. Коллеги, пока никто не задал вопрос, но отвечу на опережение. Да, у нас маленький реестр. Очень часто задают слушатели вопрос. А, у нас реестр у меня там 120 тысяч строк. Как там, коллеги, чего нельзя делать? И говорят, а мы поступаем проще, выделяем столбец. Что имеется в виду, выделяем столбец? Вот так делают. Коллеги, вот так делать не рекомендуем. По какой причине? Microsoft Excel у нас на одном листе имеет 1 миллион 120 тысяч строк. До тех пор, пока я не делала вот такого выделения, пустая ячейка не весит ничего. Но как только я столбец выделила, каждая из этих ячеек, так как она участвует в расчетах, стала весить байт. И когда у вас файлы большие, а для финансового управления у нас используются зачастую огромные файлы, то вы утяжеляете работу себе, своему файлу, там замедляете операционную систему и прочее. Поэтому посмотрите, даже если вы знаете, что реестр там на текущем месяце, там платежей, там накладка на полугодие, составляет у вас, ну не знаю, там 7 тысяч строк, ну сделайте D1, D10 тысяч, не 7, а 10 с запасом, ну сделайте 20 тысяч строк, но это будет не миллион 120 тысяч, понимаете? Сделайте 100 тысяч строк, это будет в 11 раз меньше. То есть обязательно фиксируйте. Поэтому, коллеги, я данную ссылку применять не буду, я буду в рамках наших цифр, то есть D2, D10 и фиксируем. Я суммирую платежи. В каком случае? Если будет указан нужный мне ЦФО. А где у нас находится ЦФО? На этом же листе в столбце B. В реестр заявок B2, B10. Фиксирую. И я подтяну сейчас 1 марта в нужную строку эту сумму только тогда, возвращаясь в шаблон, когда она равна ЦФО, который у меня указан. То есть я буду суммировать, если там будет ЦФО 1. Дальше я потяну, если будет ЦФО 2, ну и так далее. Здесь фиксирую столбец. Опять фиксирую столбец. Далее мне нужно убедиться, что статья затрат, либо поступление нужное мне. Снова в реестре заявок. Теперь диапазон статья затрат. В нашем примере это C2, C10. Абсолютная ссылка. И там находится нужная нам статья затрат. То есть шаблон B5 и фиксирую опять столбец. То есть я говорю, если в колонке ЦФО, нужный мне ЦФО в колонке статья затрат, поступление нужная мне статья. И третий критерий, как мы с вами сказали, нужная дата. Нужная дата. Теперь посмотрим. Основа я, реестр заявок. И даты платежа у нас сейчас, посмотрите, находятся вот в столбце N2, N10. И данная дата совпадает с датой, которая у нас указана во второй строке. И здесь необходимо зафиксировать строку. То есть посмотрите, фактически просуммировать столбец суммы, если в колонке ЦФО указанное в этой строке ЦФО, в колонке основания платежа поступления указанное основание и дата соответствует той, которая вставит в шапке. Все. Больше ничего не нужно. Посмотрите, пожалуйста, Enter. Далее я нашу сумму потяну как вправо, так и вниз нашей таблицы. И посмотрите, пожалуйста, кроме зеленых строк. Потому что сейчас потяните, мы сейчас потом нужное очистим. И посмотрите, видите, 21-25 числа, как и предусмотрено нашим реестром, у нас появились нужные суммы. То есть они будут подтягиваться в платежный календарь автоматически теперь. В этом можно убедиться. Но вот посмотрите, я, предположим, сейчас покажу у вас не получится. Я сейчас, когда закрывала, открывала, вынуждена была снять защиту. Посмотрите, пожалуйста. Например, я сейчас дату планирую по платежу умышленно. Сейчас поменяю, предположим, на... У нас вчера было воскресенье, да? Так, давайте сейчас... Сейчас покажу, как это работает. Посмотрите, я сейчас поменяю на 10-е, 0-8-е... Ой, 0-8-е, говорю, 0-3-е, 2019. Коллеги, просто посмотрите, как это работает. И видите, сейчас стоит дата платежа 21-е. Как только я 10-е число ввожу... Видите, здесь рассчитала 11-е, потому что он видит, что 10-е – это воскресенье. Аналогично будет, если я поставлю 9-е. Он мне рассчитывает 11-е. А давайте, предположим, я поставлю... Так, у нас 10-е, следующее, 17-е. Да, 17-е, да, 17-е, следующее воскресенье. Он у меня все равно перескакивает на понедельник. А вот если я поставлю 14-е, он меня оставляет без изменений. То есть здесь стоит формула как раз-таки, то, что вы спрашивали, Николай, которая позволяет перескакивать. Так вот, посмотрите, пожалуйста, наши платежи попали на нужные даты. И все, что нам благодаря одной формуле, формуле сумм, если много. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, теперь осталось только навести в нашем файле красоту. Что значит красоту? Вот у меня перечисляются поступления по текущей деятельности. Соответственно, в четвертой строке у меня должна быть сумма всего поступлений, то есть сальдо поступлений. Поэтому сюда я введу функцию сумм и ниже стоящие ячейки. Аналогично поступлю со строкой «Платежи». Десятая строка равно сумм и все платежи. И когда нужно будет рассчитать сальдо денежных потоков по текущей деятельности, у меня будет равно всего поступлений, то есть четвертая, минус всего платежей, то есть десятая. И так далее можно продолжать. Рассчитав сальдо по каждому виду деятельности, мы получим остаток на конец дня. Вот тут, смотрите, инвестор заявок прыгал, у меня закончилась сумма, вот тут тоже будет диапазон Д-10. Не-не, сейчас руками будете долго, давайте-ка мы сейчас сделаем. Д-10 шаблон, есть 20-20 шаблон, есть 2-20 шаблон, есть 2-20 шаблон. Так все должно с вами выглядеть. Так, есть же заявок, руками набирали кавычки «Патеренность», значит, что-то удалили, сейчас приезды, я же могу опять, опять платежные цифры. Видите, мне будет кавычки одна. Вот теперь находит ее можно вправо вниз, она заполнит. Очень сложно. Да, замечательно. Коллеги, и вот теперь посмотрите, пожалуйста, дальше у нас, к сожалению, времени так много. Сейчас отвечу, Галина, суть понятна, аналогично рассчитываем сальдо по инвестиционной сальдо, по финансовым рассчитываем сальдо периода и формируем остаток на конец дня. Сумма на начало плюс сальдо дня равно сумма на конец. Но знаете, что самое удивительное? Посмотрите, пожалуйста, в реестре заявок, видите, у меня специально предусмотрела один платеж, видите, на июнь уже зарегистрирован. Давайте представим некий кредит там или там знаем нам поставщик дал отрочку платежа там на 180 дней на три месяца. Так вот посмотрите, пожалуйста, когда мы будем формировать, вот один раз посидев, создав вот этот шаблон, почему я листы назвала шаблон, нужно мне потом, теперь, ну, это у меня март, потом апрель, потом май, потом июнь. Сделайте, пожалуйста, копию листа, перемести, а, не даст, у меня там, хорошо, на листе, посмотрите, понятно, то есть скопировали лист, у меня появилась копия 2. Все, что мне нужно сделать, я только меняю одну ячейку, делаю июнь. Посмотрите, переместились выходные, и если вы посмотрите, так, этого платежа, а что у нас там за платеж 24.06 должен быть ЦФО 1, затрата 1. ЦФО 1, затрата 1. А, у нас нет ЦФО 1, затрата 1, но я сейчас где-нибудь поменяю. ЦФО 1, затрата 1. Поменяйте в любом месте, сделайте. ЦФО 1, затрата 1. И вот 24-го числа тут же 100 тысяч выскочили. То есть я как рекомендую, как только вы сделали шаблон, тут же делаем 11 копий, то есть меняя только одну ячейку в заголовке, то есть формируя на январь, февраль, март, апрель 12. И, соответственно, как только в реестре у вас оказалась зарегистрирована заявка, и она одобрена, она тут же автоматически попадает в нужный платежный календарь нужного месяца. И вы сразу можете видеть, поскольку у вас еще планируемых поступлений-то нет, а продаж, как правило, дают за неделю, за месяц, ага, у меня уже платежей на апрель запланировано вот столько-то, и я уже могу более качественно относиться к управлению денежными остатками. Коллеги, сейчас я отвечу на вопросы. Так, формулей суммы, если много, абсолютные ссылки. Галина, посмотрите, пожалуйста, ссылки на реестр абсолютные, а ссылки на исходные, ну вот на данные, которые на листе, соответственно, столбцы, вот здесь столбец, вот здесь столбец, и на дату строка. Пока наши участники вносят формулу, коллеги, на что хочу рассказать. Вот это мы посмотрели, маленький кусочек, возможность простыми, элементарными функциями, не применяя навыков программирования, не применяя там макросов. Мы можем создавать платежные календари, которые будут облегчать вам жизнь, потому что жизнь встречаю, когда бедные казначей собирают эти бумажки, потом на бумажке чертят, они теряются, а там что-то поменялось, надо вычеркнуть, переделывать. А это мертвые платежные календари, то есть если мы руками впиваем, вы чего-то забыли, данные обновились, они не обновляются. Здесь чем хорошо, как только у вас произошли изменения в реестре заявок, тут же у вас на нужную дату платеж попал, отобразился, и вы ничего уже не забудете. А те заявки, которые есть, платежи, которые можно запланировать и на год вперед, это и налоговые уплаты, и погашение кредитов, вы там, может быть, вы делаете некий транш поставщика, там, рассчитывая с ними по квартально, там за полугодие, мы уже эти суммы, мы про них не забудем, они будут находиться в платежном календаре соответствующего месяца. Получилось у Галины. Коллеги, я хочу, подводя итоги нашему занятию, посмотрите, мы с вами сформировали реестр, а на основе реестра уже проводим формирование платежного календаря. Заносим заявки по операционной деятельности, по инвестиционной, по финансовой, и далее рассчитываем промежуточное сальдо, как мы делали, как по каждому виду деятельности, так и рассчитываем сальдо на конец дня. И видят уже сейчас, что у меня, начиная со второй недели апреля, возникает дефицит денежных средств, то ли я сейчас уже на планерке у руководства задаю вопрос коллеге, если не будет крупных поступлений, у нас будет дефицит. Не за кредитом бежать, там, звонить в банк, или мне директор говорит, нет, нет, Светлана Васильевна, вы чего, у нас на следующей неделе там планируется поступление. Замечательно, вы за это отвечаете. То есть мы заблаговременно, не в последний день узнаем, что у нас денег нет, а я вижу все платежи, которые у нас запланированы, какие поступления, и могу это отслеживать. Коллеги, о всем этом и подробнее, мы буквально верхушечку одного узкого вопроса схватили, посмотрите, проходят на курсах, сейчас о них расскажу. Но хочу дать совет, когда делаете платежные календари, то целесообразно формировать платежные календари на каждый из имеющихся счетов. Потому что если вы делаете единый платежный календарь по организации, это, конечно, здорово, но у современных организаций, даже в разных банках счета, получается, что мне нужно осуществить платеж, да, деньги есть по платежному календарю, но у меня часть суммы в одном банке, часть сумма в другом, а часть сумма на депозитном счете, да. То есть поэтому рекомендую платежный календарь делать по каждому из имеющихся счетов и один сводный, либо сводной таблицы, либо консолидации, получать единый по организации. Это позволит вам даже при принятии решения уже принимать решение, тогда еще одна колоночка, с какого расчетного счета платим, чтобы попадало в платежный календарь именно данного расчетного счета. И знаю многие организации, даже для оценки эффективности руководителей ЦФОН, Центра финансовой ответственности, даже используют разные счета, будь то по видам продукции, по регионам, там вот есть региональные продажи, вот ваши покупатели платят на этот счет, ну и с него же мы оплачиваем, чтобы не происходило перекоса, да, что кто-то пашет, а кто-то не работает и так далее. Иногда бывает, что есть как раз-таки счет, на котором организация, понимая, что нужно месяцный кредит в этом году гасить, начинает аккумулировать денежные средства. То есть это отложено, это трогать нельзя. Знаете, даже встречала случай и одобряю, рекомендую своим клиентам, уж если у вас возник дефицит денежных средств, и вы у себя берете, то фактически как с банком, взял, отдал, хотя это твои, да, тебе это дешевле на процентов, но если ты взял, ты назад положи, потому что ты поставил цель набрать некую сумму, будь то на инвестиционные вложения, на покупку оборудования, ремонт, будь то на погашение взятых обязательств. Коллеги, правильно составленный платежный календарь, подводя итог, мы говорим, что он позволяет своевременно выявить финансовые ошибки, связанные как с дефицитом, так и с профицитом денежных средств, и позволяет нам избегать финансовых затруднений. Сейчас открою сухой вот такой остаток, посмотрите, платежный календарь не нужно купить, это не бюджет доходов и расходов периодов, и это не бюджет движения денежных средств. Мы с вами сказали, это наши планы, смотрите, в третьем, скорректированные на условия оплаты. То, что в бюджете подразделения есть указаны определенные доходы и расходы, это не означает, что все мы это получаем и все мы это оплачиваем. Мы, вполне возможно, оплатили аренду за год вперед еще когда-то, или нам нужно сделать аванс, что расходы это превратится в онк, а оплатить нужно сейчас. Поэтому, когда мы говорили о том, о какие документы нам нужны для составления платежного календаря, на втором месте у меня была договорная база. Без нее мы грамотно платежный календарь не составим. А теперь посмотрите, пожалуйста, о всем этом и более подробно. У нас есть целый цикл финансовых курсов, но я хочу обратить внимание на два из них. Курсы основы управленческого учета и бюджетирования. Там мы формируем БДДС, именно структуру формирования бюджета движения университетов на следующий платежный период. А вот на курсе организации бюджетного контроля мы как раз-таки строим платежный календарь. То есть то, что мы делали сегодня, но там мы этим занимаемся 16 часов, начиная с формирования реестра платежей, реестра договоров, устанавливаем взаимосвязи. И как раз-таки вот то, что вы спрашивали, Николай, формула там выходного дня и прочее. То есть у нас курс, он так и называется, организация бюджетного контроля в Microsoft Excel. Мы делаем на этом курсе. Соответственно, если вы хотите посмотреть расписание, а не забываем, что наш семинар, он, да, бесплатный и рекламный, то посмотрите, вот это у меня сейчас открыт курс организации бюджетного контроля как раз-таки. Есть его программу, можно посмотреть, когда хотите на нашем сайте найти. Можно прямо вот строку поиска ввести организация бюджетного контроля. И посмотрите, пожалуйста, по расписанию курс идет фактически дважды в месяц. Хочу обратить внимание на нашем сайте, кто редко пользуется, вот закрашенные розовым строки – это открытое обучение. Для данного курса, для курса организации бюджетного контроля, это очень подходящая форма. Чем подходящая? Открытое обучение. Вы как раз учитесь вот в аналогичной аудитории, когда у вас стоят два монитора. На одном мониторе вы смотрите запись занятия, на другом мониторе работаете. Запись реального занятия. При этом я как преподаватель нахожусь здесь, и если что-то не получается, тут же вам помогу. Чем это удобно? Как вы видели, формулы достаточно длинные иногда бывают, и с ними нужно разобраться. Когда идет очная группа, я, знаете, всегда говорю, есть определенные требования, там Excel ниже уровня 2, основы экономики, уже знать нужно, мы это не обсуждаем, мы идем заполняем. Я зачастую говорю, идем с одной скоростью, с моей, а я ориентируюсь на среднего студента. А есть слушатели, которые усвояемость чуть медленнее, нужно разобраться. Вот сказать на очном занятии, Светлана, а будьте добры, последние полчаса еще разочек, не скажем. А когда вы смотрите видеозапись, всегда можно перемотать, пересмотреть. А иногда бывает, наоборот, вам кажется, что группа задает, ну, вы уже все сделали, а группа задает, ну, такие вопросы примитивные. Хочется сказать, ну, давайте пойдем уже скорее дальше, да, ближе. Пожалуйста, в случае записи вы можете, наоборот, перемотать вперед. В случае с формулой можно нажать стоп на экране и не спеша двумя пальчиками со всеми точками запятыми формулу ввести. Так вот, посмотрите, розовые строчки, это вот 18 марта, 8 апреля, это открытое обучение, когда мы смотрим видеозаписи. При этом я говорю, я преступствую. Если у вас возник вопрос, вы подняли руку, я к вам подошла, либо ко мне на стульчик студента, поговорили, разобрались, фактически индивидуальное обучение. Если же вы сторонник очного обучения, хочется пообщаться с такими же студентами, именно хочется, чтобы над душой постояли, тогда посмотрите, пожалуйста, 21 апреля вот такие белые ячейки, 21-28, воскресная группа, 2 воскресенья, у нас 4 местечка всего осталось, будет очный курс организации бюджетного контроля. Еще можете успеть записаться. Соответственно, далее, ну вот в открытом обучении курс идет. Если же у вас вопрос по построению БДДС, то БДДС мы проходим построение на курсах основы управленческого учета и бюджетирования. Расписание по этому курсу также можно посмотреть на нашем сайте. И давайте посмотрим ближайшие группы. Есть, как, опять же, розовеньки уже сказала, открытое обучение, и есть вот с 24, опять же, либо воскресная группа, либо с 3 апреля вечерняя группа 3 раза в неделю, очная группа обучения. Есть, как у меня, так и у Урлева Сергея Викторовича, коллега, замечательный преподаватель. Я думаю, вам обязательно понравится, вы найдете ответы на все вопросы. А наше время, коллеги, к сожалению, подошло к концу. Мне осталось только спросить, какие у вас есть вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Нет, в платежах мы формируем именно... В дате платежа, сейчас подскажу. Там как раз-таки формируем именно при помощи день-нет аналогичным. То есть там стоит функция, ну, это вот с предыдущей группой мы обсуждали, мы поставили 2 платежных дня в неделю. И, соответственно, программа перескакивает исключительно на них. Соответственно, мы анализе поставили вторник и пятницу. Соответственно, если понедельник, то плюс 1. Если вторник, то дается. Если среда, то плюс 2. Если четверг, то... Не удивляйтесь. Да, она вот такая получается семиэтажная формула. Но вы ее один раз написали, и больше у вас голова не болит. Почему? Введение платежного дня – это хорошо, потому что зачастую, даже при вот всей этой автоматизации, если вам заявки внесут накануне, там, за 5-7 минут, мы принимаем решение сгоряча, качественно проанализируем. Бежит, садил закупку, надо срочно оплатить. Мы оплатили, да, пока деньги есть, потом оказывается на решение кредита денег не осталось. Нет возможности взвешенно принять решение. Когда же... И опять же, отдел продажи говорит, а сегодня придут деньги, а они не пришли. А нам завтра платежи нужно делать. Вот введение платежного календаря позволяет избежать этой хаотичности. Мы накапливаем заявки, и в случае дефицита не хватает денежек. У нас есть, возможно, в спокойном режиме, у нас, у руководителя, расставить приоритеты. Что вот это, вот это делаем, и вот это подождет. То, что у меня собралась сумма за неделю, и я теперь действительно могу ее распоряжаться. То, что вот занимаясь консультированием, даже руководители иной раз жалуются, жалуются, говорит, Светлана, ну что, что я директором не работаю. Я говорю, я фактически больше половины дня работаю подписывальщиком. Ну, потому что каждый день бегут, бегут. А это мы развадили, говорим, уважаемый руководитель, отдыхай. Вот если у меня платежный день в четверг, это означает, я в среду после обеда к тебе приду. Подписывать мы будем тогда решать приоритеты. Остальную неделю ты можешь не думать о финансовых вопросах. Это высвобождает время и руководство, и приучает сотрудников к финансовой дисциплине. Так, повторите, пожалуйста, формулу при форматировании ячеек. Так, сейчас, коллеги, одну минуту. При форматировании ячеек она у меня вот прямо вверху. Вот, смотрите, или где нет. Да, вы спрашиваете. Коллеги, заполненный файл. Ну, давайте выложу заполненный. То есть свою версию сохраню. Сейчас туда же на страницу группы назову тогда архив заполненный. То есть заполненный. Да, хорошо. Коллеги, а я на этом благодарю вас за участие в своем семинаре. И, надеюсь, до новых встреч в Центре Специалист. Буду рада вас видеть на занятиях. Мы работаем и в режиме в будний утро, день с 10 до 17.10. И по вечерам, вот тут 21.30 для тех, кто днем работает. И группа выходного дня. Если же вам неудобно к нам приезжать, у нас есть режим обучения. Вебинар. Открытая, очно-заочная. Когда вы в течение недели сами дома смотрите записи. По выходным приезжаете, задаете вопросы, выполняете итоговые работы и промежуточные. Коллеги, на этом я с вами прощаюсь.